Государственное бюджетное учреждение города Москвы, территориальный центрационного обслуживания «Царицынский» с материалом исторического города Москвы располагается по адресу Каширское шоссе, дом 60, корпус 2. Занимаемая площадь составляет 818,5 квадратных метров. Учреждение частично приспособлено для маломобильных групп населения в соответствии с установленными строительными нормами и правилами. Оборудованы полочками, инфрационными стендами, информатом, подробных вопросов для граждан и продвигающихся нахрослых районах. Население района составляет 80 631 человек. На учете в отделе социальных защитных населения районов Соколова состоит 24 144 человека. Из них отваритых 5,093 человек, официально 21 209 человек, многодетых 7 110 человек. Участников в Великой Отечественной войне 6 человек, университетов 87 человек. Высших несовершеннолетних кузников на слабире 15 человек, жителей в блокаду 5 человек. Удов умерших инвалидов и участников в Великой Отечественной войне 36 человек. По штатному расписанию в филиале работает 44 сотрудника из них 18 социальных работ. Большинство сотрудников имеется в большом стадии в социальной сфере. Это бесспорно говорит о профессионализме и любви в своей профессии. В течение 2022 года проводилась работа по удовлетворению нуждаемости реводной категории граждан в различных видах социальной помощи. Велась активная информационно-разъяснительная работа в соответствии с государственными стандартами и социальными обслуживаниями, утвержденными законами и нормативными обслуживаниями актов. Работа по выполнению государственных заданий и планов в рамках и хозяйственных деятельностей. В структуре филиалного старичного собора уходит следующее структурное подразделение. Одно отделение социального обслуживания на дому, один отдел на галите, один отдел контроля качества, оказание социальных услуг. 1 июля 2022 года произошло слияние двух отделений надуманного социального обслуживания в одно. По состоянию на 1 января 2023 года социальные услуги в форме социального обслуживания на дому получают 325 получателей социальных услуг. Из них инвалиды, участники Великой Отечественной войны, один человек, труженика, т.л. 29 человек, инвалиды 267 человек и другие категории граждан 28 человек. Всего в 2022 году получили социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 435 человек. С 1 марта 2022 года оптимизирована работа отделения срочного социального обслуживания в соответствии с постановлением правительства Москвы от 21 февраля 2022 года номер 213 постановление правительства о порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудно-живенной ситуации, и семьям и детьми, находящимся в социальном опасном положении. Данная услуга передана в Центр Госуслуг. Исключением не являются ветераны Великой Отечественной войны, которым продолжается оказание помощи в виде электронных социальных сертификатов и продукции, и предметов товаров, битвы на указанных. В целях повышения эффективности организации социального обслуживания и оказания социальных услуг в рамках системы долговременного ухода, Департамент труда и социальной защиты населения приняло решение об изменении режима работы рабочего времени в Центр социального обслуживания. И с 1 мая установлен режим рабочего времени для работников, деятельность которых связана с организацией социального обслуживания на дому, с понедельника по воскресенье, с 9 часов до 8 часов вечера. Предоставление социальных услуг на дому в течение рабочей недели, включая субботу и воскресенье, с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг. Основная цель социального обслуживания на дому максимального продвижения пожилых людей в привычной для них среде проживания, поддержать их личностный и социальный статус, защитить их права и законные интересы. Помимо удовлетворения бытовых потребностей пожилых людей, большое внимание уделяется их психоэмоциональному состоянию. Сотрудники отделения в течение года поздравляют получателей услуги с днем рождения или с днем праздника. Социальными работниками ведется постоянный мониторинг и выявление нуждаемости категории группы риска. На социальном обслуживании данной категории состоит 186 человек. В отделе долговетия появились новые направления занятий, такие как памятники культуры на свежем воздухе. В марте 2022 года возобновились занятия в помещении. Также были возобновлены экскурсионные поездки на донусные программы «Добрая особенность» для участников проекта. Проект «Московское долговетие» расширился и вернулся в привычный режим работы. Теперь пенсионерам доступны занятия онлайн на свежем воздухе и в помещениях, что позволило увеличить количество участников проекта в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Всего за 2022 год приняли участие в проекте 1721 человек. Продолжение следует...